Всем привет! В эфире нашего телеканала программы Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, отправляемся на поиски самых интересных событий, о которых мы расскажем вам прямо сейчас. Ну а начнем мы нашу программу с рассказа об одном из самых древних народных промыслов в Кадамском Венизе. Белоснежные скатерти и салфетки, элегантные манжеты и воротнички, изысканные наборы столового белья. Это великолепие создавалось не с помощью коклюшек и даже не с помощью крючка. Иголочка, шелковая нить, тончайший батист, а все вместе это называется Кадамский Вениз. Так случилось, что этот удивительный народный промысел исторически связан с Рязанской областью, а именно с ее древним городом Кадамом. Но вовсе не потому, что он зародился на этой земле. История возникновения Кадамского Вениза гораздо интереснее. Одна из версий, что это было при Петре Первом. То есть, в общем-то, возраст Кадама примерно, Кадамского Вениза примерно известен. Но почему и что подвигло? То есть, в Петровское время, когда, можно сказать, Петр привозил Европу в Россию, наши дворяне узнали, что такое венецианское кружево. И, в общем, они стали настолько покупать вот эти дорогущие, просто огромное количество денег, они тратили на вот такие кружева, чтобы украсить себя. В общем-то, разорялись. Петр Первый запретил покупать такие кружева, но привез оттуда мастериц. И в монастырях монахини стали обучаться венецианскому кружеву. И это было именно кадамские монастыри, монахини. И вот именно, может быть, даже одна тоже из версий – Венис, Венеция. То есть, это тоже говорит о том, что этот промысел был основан на каких-то европейских правилах. Спустя столетия в Кадаме не утратили секрет мастерства. И сегодня там продолжают создаваться изделия, которыми восхищаются и в нашей стране, и за ее пределами. Они же недавно выставлялись на всероссийской выставке «Ладья», которая была в Москве. И все промыслы России были выставлены в огромном выставочном комплексе «Москва-Сити». И кадамский Венис имел успех. Ну, так же, как и наша Рязань вся, потому что уникальные промыслы. Не только скатерти и салфетки, но и более объемная работа. Например, вот такие картины создаются с помощью этой удивительной техники. Несмотря на многовековые традиции, сегодняшним мастерам не чужды и некоторые новые видения. Кадамский Венис не стоит на месте. То есть на основе своих традиций они вводят немного, очень деликатно вводят вышивку и цвет. Они вводят тон, допустим, белое на белом, но и белое на золотисто-охрестом. То есть даже есть проба просто черное сделать, просто черный тон. Сегодня далеко не все рязанцы знают, что кадам можно назвать второй родиной венецианского кружева. И не каждый знаком с этой уникальной техникой. Сегодня у всех желающих есть возможность познакомиться с древним народным промыслом. Выставка «Белоснежное чудо Рязани. Кадамский Венис» проходит на втором этаже при уровне штурбанка. 25 января в нашей стране вспоминают Владимира Высоцкого. Студентам одного из рязанских колледжей посчастливилось в преддверии этой даты повстречаться с человеком, лично знавшим Владимиром Семеновичем. Анатолий Низовцев выходит к зрителям без грима и сценического костюма. Он не использует в своих спектаклях декорации и спецэффектов. Но зрители любого возраста слушают его как завороженные. Вениамин Семенович в шестом классе выставлялся на международной выставке художников мира. И из 180 стран самых знаменитых художников занял второе место в серебряном ременале. Поэтому никто не заметил рождение какого-то там Высоцкого. Подумаешь, говорили они, взял гитару, сбацан, трюк ушел. Какой тут талант? И никто из них не думал, что Володя так же, как все писатели и поэты, работает на корзине. Анатолий Низовцев на сцене уже 55 лет. Когда-то он поступил в театральное училище, и это определило всю его дальнейшую жизнь. Сегодня он автор и исполнитель спектаклей о культовых личностях 20 века. Среди звезд, которым Анатолий посвятил свои проекты, Эдит Пиаф, Сергей Есенин, Фредди Меркьюри и Владимир Высоцкий. В 79-м году я впервые с ним встретился в Москве один на один. Вот с этого времени начинается знакомство с Высоцким. А после его смерти я познакомился с Мариной Влади в Париже, поскольку я там работал и жил 6,5 лет. Встреча с Владимиром Высоцким оставила неизгладимое впечатление, и Анатолий Низовцев с тех пор делится своими мыслями со зрителями в разных городах страны. Странная и непростая судьба Владимира Семеновича, творчество которого волновало сердца людей и продолжает оставаться актуальным по сей день, предмет воспоминаний очень многих его современников. Знакомые, друзья, случайные прохожие пытаются осмыслить и понять, объяснить и оправдать или же обвинить Высоцкого. Анатолий Низовцев считает, что гений Владимира Семеновича всегда будет оставаться злободневным. Многие идеи, многие его вещи, они существенны и по сей день. То есть они неисполнимы. То, что хотел Высоцкий от страны, от мира, от всего, они не решены. И поэтому это их интересует. При этом Анатолий Низовцев считает, что основной темой творчества Высоцкого можно смело назвать военную. Военная тема в творчестве – это самое лучшее, что создано в период после Великой Отечественной войны. Я его сравниваю с Николаем Симоновым, с поэзией Николая Симонова. Поэтому человек, который не прошел войну, но жил в военной семье, видел войну своими собственными глазами, поэтому он так ярко рассказал о войне. Тем более половина творчества посвящена войне гражданской, Великой Отечественной, в его произведениях, в его ролях. Но провучился полгода и прекрасно сдал экзамены Володя про сайт-институт. И осенью этого года вместе со своим законычным другом Эдуардом Кочеряевым подступает в театр-студию МКАД, где профессором их был народный артист Советского Союза Павел Масальский. А его сын Анатолий Масальский учился с Володей на одном курсе. А жили они в этой же квартире, где и жил Высоцкий. Анатолий Низовцев приехал в Рязань уже в четвертый раз. И, возможно, не последний. Я желаю всем рязанцам, кто меня помнит с первой моей приезда 2005, 2008, 2011 и 2014 года, желаю всем добра и здоровья, поскольку я очень люблю творчество Сергея Есенина, тем более был знаком со всей семьей с Александром Александровной Есениной, с сыном Костей, дочерью Татьяной, приемной дочери Айседоры Дункана, Ирмой Дункан в Париже, и, конечно, с Шаганэ Нарсесовной Итальян. Желаю вам всем добра, здоровья, счастья, удачи в семьях и всего самого наилучшего в жизни. Дворец детского творчества Из стен Дворца детского творчества выходят не только музыканты, танцоры и певцы, но и писатели, поэты. Вот уже на протяжении 20 лет в литературное объединение «Феникс» приходят мальчишки и девчонки, которые не просто увлекаются литературой, а пытаются создавать свои произведения, прозаические и поэтические. В 90-х годах с юными литераторами работала журналист и поэтесса Валентина Калашникова, к сожалению, рано ушедшая из жизни. Сегодня же делать детям первые шаги в литературе помогают Нурислан Ибрагимов и Людмилы Гаенко. Они не учат их, как писать и что писать, а создают такую среду, в которой смог бы раскрыться их талант. Много лет назад редактор «Русланского комсомольца» Олег Севергин, который давно уже работает за границей при Союзе писательств, сказал, что большой недостаток, когда местные писатели сидят в болоте, каждый сидит на своей кочке и думает, чья кочка выше, спорят. А над ними есть небо, порой они его не замечают. Вот моя задача была показать нашим ребятам небо. Поэтому я начала с того, что мы каждый в начале года, мы всегда спрашивали, о ком они хотят услышать, о каком писатель, о каком поэте. Сейчас, собственно говоря, этим занимается Нурислан. Но тогда занималась я, но не по принципу, как он пишет, а просто поэти. Мы писали о Бродском, о наших местных поэтах, даже вот о Брэдбери, то ребята меня просили. Кого они просили, тем мы и занимались. Сегодня в литературном объединении «Феникс» Нурислан Ибрагимов занимается с юными поэтами. Ну, а Людмила Гаенко курирует ребят, пишущих прозу. Причем прозу довольно серьезную, что иногда удивляет педагога. Меня удивляет, когда ребята в 13-14 лет пишут прозу. Честно говоря, я очень удивляюсь. Но они пишут, причем разную. Пишут, причем проза порой зависит, знаете, от времени. Вот был период 90-х годов, была одна тема. Пришел период другой, стали у них другая тема. Сегодня ребята создают и юмористические произведения, и детективы, и фантастику, и социальную прозу, и, конечно же, стихи. Сюда ходят по-настоящему талантливые дети и подростки, занимающие призовые места на многочисленных конкурсах и фестивалях. Таких побед за 20 лет было немало. Но для того, чтобы достичь такого успеха в литературном творчестве, одного таланта недостаточно. И литературные творчества всегда еще труд, и большой труд. Если у человека есть потенциал, но нету трудолюбия, он сойдет на нет. Если у человека есть потенциал, есть трудолюбие, он очень много достиг. Еще одна составляющая успеха – знание литературы. Нурислан Ибрагимов читает ребятам лекции по литературной критике и по теории литературного анализа, стараясь расширить их кругозор и привить литературный вкус. Талантливых детей очень много на Рязанской земле. Но вот всегда не хватало им умения говорить о литературе, умения разбирать грамотно, аргументированно литературные тексты. Это не позволяло создавать среду, потому что там, где не умеют о литературе мыслить, размышлять, говорить, там, конечно, среду, в которой таланты начинали бы зреть во взаимной такой доброй конкуренции, в взаимном соперничестве творческом. Именно в таких условиях обычно рождаются новые таланты и продвигаются необычайно вперед. Кстати, ребята относятся к теоретической части занятий с интересом, ведь они и сами понимают, что все это поможет им в литературном творчестве. Мало увлекаться литературой, ее нужно знать. Нужно знать, что писали до тебя и понимать, что нужно писать сейчас и как будут писать потом. Настя занимается в «Фениксе» уже полтора года. Стихи она начала писать с самого детства, а с приходом сюда у нее появилась возможность делиться новыми произведениями со своими педагогами и друзьями. На полтона светлее окрас небосвода, где волна начинает привычный разбег, это море древней человечьего рода. К нему за советом пришел человек. Человек был уставшим и шел, пригибаясь, словно нес на плечах неотъемлемый груз. Над морем спускалась туманная зависть. Неприглядное зрелище мертвых медуз представало в шипящей озлобленной пене. И удары прибоя казались сильны, но прибоя, как собака. Он лижет колени человеку, идущему против волны. И пишу я странно, я пишу всегда с конца. У меня стихотворение начинается с двух последних строчек, потом я понимаю, как это должно начинаться, и только потом я пишу середину. Причем я сначала ее пишу прозой, и только потом я уже понимаю, выкидываю лишнее, выкидываю лишнее, 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 пока не остается основной косяк, который является поэзией. А дальше вогнать ее в стихотворную форму, это просто дело техники. Большинство этих ребят мечтают в дальнейшем связать свою жизнь с литературой. Несмотря на то, что педагоги не дают установки стать профессиональным писателем, многие из них поступают в литературные вузы. Но самое главное, они выходят отсюда с багажом знаний, которые наверняка не раз пригодятся им в жизни. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в Клейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46 49 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова